Превышение уровня радиации зафиксировали сегодня и преподаватели одной из общеобразовательных школ Краматорска. Согласно показаниям их приборов, уровень гамма-излучений в городе превысил норму в 100 раз. В причинах радиоактивного переполоха разбиралась Анастасия Певная. Радиационный фон краматорские педагоги измеряли двумя дозиметрами. Приборы показали, норма опасных излучений превышена в 100 раз. Чтобы не сеять панику в городе, показывать свои лица учителя не хотят. Но уверяют, данные их дозиметров верны. Уровень радиации был превышен от нормы примерно где-то в 100 раз. В данный момент идет превышение в 10 раз. Я ним пользовалась 5 лет, никогда сигнала тревоги я от него не слышала. Сегодня, точнее не сегодня, а в пятницу вечером, начиная с 5 часов, он начал сигналить, подавать сигнал. 0,90, 0,50, 1,6, 2, смотрите, 3 сейчас показывает. Я не знаю, вот как это еще по-другому объяснить. Взволнованные педагоги вызвали санстанцию. Специалисты нарушений не выявили. Говорят, доверять можно только сертифицированным приборам. Уровень гомофона в школе, на территории вокруг, такой, как и в среднем городе. То есть информация абсолютно недостоверная, поэтому ничего не было, и все нормально. Анатолий Владимирович лично замерял уровень радиации и возле школы, и домов, где живут учителя. Люди, которые интенсивно загорают в летнее время, нежатся под солнцем по несколько часов, они больше получают дозу солнечной радиации, в том числе и рентгеновского излучения, чем вот была данная ситуация, где мы проводили замеры. Паники среди школьников удалось избежать. Большинство родителей о ситуации вообще ничего не слышали. Ничего не говорили по этому поводу. Никакой информации не было такой. Чтобы разобраться, кто же все-таки прав, санстанция или педагоги, наша съемочная группа привезла с собой свой дозиметр. Наш прибор отклонения от норм не показал. Анастасия Певна, Александр Соколов, телеканал Донбасс. Укрзалезницу не продали.